Хочу поднять сегодня такой неожиданный вопрос, как исчерпаемость искусства. Обратите внимание, что мы с вами живем во время сиквелов, триквелов и многократного пережевывания того, что уже было снято, выпущено, озвучено, сочинено. В наше время появляется крайне мало каких-то новых культурных ценностей. И если посмотреть, например, на XX век, можно сказать, что многие явления, многие фильмы, многие спектакли были своеобразным откровением. Апокалипсис сегодня, откровение. Многие фильмы погружали нас в некие неизведанные глубины. С определенного момента кинематограф и в целом искусство перестало нас куда бы то ни было погружать. Но вот мы с вами уже слетали в космос, уже посмотрели на лица хватов, уже побывали в теле этих самых синих чуваков из Аватара. Мы уже искали своих создателей вместе с Прометеем. Какие еще сюжетные глубины, какие еще сюжетные повороты вы хотите увидеть? Есть ощущение, что в связи, особенно в связи с развитием технологий, да, что один фильм транслируется сразу же на весь мир, а не локально на одну страну, например. Вот эта вот сюжетная составляющая возможных сюжетов, она полностью истощена. Нам не о чем больше говорить. Мы уже задали все вопросы. Это кажется безумием. Это кажется невозможным. Мир бесконечен. Мы можем бесконечно говорить об умных вещах. Но я хочу выразить иную точку зрения. Давайте представим себе умного и интересного человека. Как много глубоких и интересных историй он может рассказать? Как много глубоких и интересных тем он может поднять? Достаточно много. Мы можем слушать его годами, но рано или поздно этот человек свой накопленный опыт все равно озвучит и упрется в некую необходимость генерировать новые мысли. Проблема нашего сегодняшнего дня в отсутствии генерации новых интересных мыслей. Контент есть, мыслей нет. Я открываю всевозможные сервисы с фильмами, там, а медиатека, вот все, что с этим связано, и смотрю на многие десятки и сотни потрясающих картинок и трейлеров к тем или иным фильмам. И запуская 99,9% из них, ты за этой красивой картинкой не обнаруживаешь интересные мысли. И в этот момент ты начинаешь вспоминать, что фильм это прежде всего акт творчества, и фильм в том числе, это прежде всего смысловое высказывание на какую-то наболевшую тему или интересную тему или тему, которая цепляет публику. Так кто-то эти темы должен генерировать? Какие-то умные люди, философы нашего времени, осмысляющие происходящее? Сколько таких тем могут сгенерировать люди единовременно? Ну, 5, 10, 15. А материалов снимаются тысячи фильмов, которые в результате снимаются ни о чем. Нет мысли, которую туда нужно вложить. Мало того, если в 20 веке мы шли на какого-то конкретного режиссера и знали, что вот этот режиссер мыслит в определенном направлении, то сегодня мы с вами потеряли автора. Мы сегодня, когда идем в кино, понятия не имеем, от чьего лица мы смотрим этот фильм. Кто с нами беседует? Кто выражает свою мысль? Продюсер ли, который настоял, чтобы режиссер все делал так, как он считает нужным? Или некий чувак, который ночью монтирует этот фильм вместо тех, кто написан в титрах? И он туда своим монтажом вкладывает те смыслы, которые он считает нужным? И проблема потери авторства, она выходит далеко за рамки кинематографа. Вы включаете новостной канал, и вам диктор рассказывает о новостях и высказывает некую позицию. Это позиция чья? Конкретно того, кто говорит? Вряд ли. Какого-то редактора, продюсера, кто он такой, как его зовут? Можно ли ему верить? Доверяем ли мы этому человеку? И заметьте, что авторы уходят, уходят, уходят. Вот какая-то аналитическая программа «Однако», которая длится 5 минут, и в которой автор высказывает свое собственное мнение, и подписано, что это авторское мнение в течение 5 минут. То есть мы, включая телевизор, мы, идя в кино, мы никогда не знаем, кто с нами говорит, и мы не знаем, можем ли мы доверять, и мы не знаем, интересен ли нам этот человек. Как правило, неинтересен. И получается так, что мы с вами вот за последние 100 лет кинематографы, искусства исчерпали все возможные сюжеты. Ну вот уже выдавливают из пальца, высасывают всяких джокеров безумных, обиженные бездарности, обиженные посредственности. Это новая тема у нас в кинематографе. Защиты всевозможных меньшинств сексуальных или расовых, или еще каких бы то ни было меньшинств. Тем для разговора не осталось. Что делать в этой ситуации? Мне кажется, что, во-первых, расслабиться, как пела Масяня в своем мультике, это не пипец, это не пипец. Все, что в интернатах пишут, это не пипец, не пипец. Пока что точно поживем еще малец. Во-первых, действительно, подобные катаклизмы, подобные нравственные катаклизмы, подобное обветшание устоев, оно в истории человечества уже было. И при желании их можно обнаружить и посмотреть, что ничем хорошим это не закончилось. Но все циклично. И искусство, оно имеет свою верхнюю точку, рассвет, подъем, имеет падение, обветшание. И, к сожалению, должно закончиться каким-то довольно серьезным кризисом для того, чтобы все это началось сначала. К чему я все это говорю? В данной ситуации нам нужно понять, что в нашей культуре, в нашей истории было то, что уже не повторится. Вот был Шекспир, и то, что сотворил Шекспир, оно уже незыблемо. Никто не займет его место. Был Толстой, был Достоевский, был Чехов. Я не знаю, среди режиссеров был Тарковский. Не будет второго Тарковского. Тарковский один. И весь тот пласт культуры, который мы проглотили, мы не успели его разжевать, мы не успели его понять, мы не успели его осмыслить. Мне кажется, что сейчас важный момент для осмысления всего того, что было создано, написано, снято, поставлено. Именно поэтому то, что сегодня я пытаюсь делать с Шекспиром, как это ни странно, несмотря на непонимание людей, как это происходит, вызывает живой интерес аудитории. По общему мнению, работа с Шекспиром не должна вызывать интерес аудитории. Потому что Шекспир сегодня – это тема, которая всех уже вот так достала. Она не продается. Продается и прекрасно продается. И будет продаваться. Переосмысление работ того же Тарковского. Почему нет? Того же Коппола. Давайте пересмотрим апокалипсис сегодня с нашей сегодняшней позиции. Чрезвычайно интересно посмотреть на этот фильм. Мне кажется, что для того, чтобы двинуться в будущее, нам необходимо разобраться с нашим прошлым. Еще пример. Недавно по просьбе радио «Аврора» я пересматривал фильм «Броненосец Потемкин». Мы хотели записать ролик на эту тему, в результате я отказался, потому что фильм меня настолько неприятно поразил, что я подумал, что я об этом не могу говорить в эфире. Вот вы слышали про фильм «Броненосец Потемкин»? Возможно, когда-то его видели. А вы вообще понимаете, о чем это кино? Для чего это кино? К чему оно призывает? И какими механизмами оно пользуется? В нашей собственной истории есть десятки аспектов, нуждающихся в переосмыслении. Потому что мы сейчас с вами не знаем, куда мы идем. Мы так быстро бежали, мы так были увлечены другими вопросами, что мы совершенно забыли о том, кто мы сами есть, куда мы движемся. Мы сейчас находимся на чудовищном распуте, откуда ведут дороги туда, куда я не знаю, хочется ли нам попасть. То есть сейчас мы наблюдаем своеобразное такое общественно-моральное разложение. Даже если это не касается вас лично, даже если вы лично чувствуете себя целостным человеком, посмотрите на то, что происходит в целом в обществе. Общество в культурном смысле, в нравственном смысле деградирует. Это неплохо. Оно деградирует уже тысячелетиями. Но просто в данный конкретный момент это конкретно для нашей страны может стать проблемой. Потому что люди себя, живущие в России, не чувствуют тождественными культуре России. И в принципе стране. Они чувствуют себя здесь чужими. И что им все должны такие маленькие джокеры. Ничего из себя не представляющие маленькие джокеры, которым все должны просто потому, что они есть. Я думаю, что вот это высказанное мною предположение про осмысление нашего прошлого для того, чтобы прийти к будущему, я думаю, что я лично буду придерживаться этой идеи, потому что мне сейчас очень трудно выбрать путь, по которому я дальше пойду. У меня есть ощущение, что за три последних года, сколько каналов существует? Года три, может быть даже четыре, три, уже достаточно много. Что я как автор на канале исчерпался, потому что я рассказал обо всем, что мне было интересно. Вот последний цикл, который меня очень зацепил, и о котором мне было интересно говорить, это идеологическая оценка, чтобы можно было посмотреть, куда фильмы нас двигают. Но нужно идти дальше, и я сейчас нахожусь как раз в моменте решения и понимания, куда это движение должно происходить. Вот в частности, конечно же, вот работа с постановкой Шекспира и съемкой фильма на эту тему, она меня чрезвычайно увлекает. Мне кажется, что отболтовник производства контента – это правильный шаг, который я сейчас делаю. Мне хотелось поделиться с вами размышлениями на эту тему, возможно, они вас к чему-то подтолкнут. По ходу могу сказать, что я намечал цикл по Люку Бессону, на днях я стал, уже подготовил все фильмы, начал отсматривать первый фильм, я решил сделать первым разбором фильм «Леон», и отказался от идеи разбора по Люку Бессону, в силу того, что он оказался, при том, что мне очень нравятся его фильмы. Я с огромным удовольствием смотрел «Подземку», ее звали Никита, «Леон», «Голубая бездна», «Пятый элемент», потрясающе смешные развлекательные фильмы. Когда я начал его разбирать, он оказался лично для меня абсолютно неинтересным. Когда ты смотришь фильм Люка Бессона, у тебя не остается ничего недосказанного. Вот вы досмотрели «Пятый элемент»? Вы посмеялись, вам было весело, ужасно потрясающе со вкусом сделанный фильм. Просто классно. Фильм закончился, у вас не осталось ничего недосказанного. Вам все рассказали. То есть вот этот вот сюжетный примитивизм, который очень хорошо смотрится в развлекательном кино, не оставляет у вас никаких размышлений. Вам после фильма Люка Бессона не остается места для фантазии. Вам все показали. Фильм «Леон» – такая глубокая трагическая история. Она заканчивается, «Леон» умер, сказал это за Матильду, Матильда посадила горшок. Куда дальше движется ваша мысль? Никуда вам все рассказали. Очень просто. И, кстати, разбираясь с вот этим циклом, несостоявшимся, я параллельно ответил для себя на важный вопрос, на который я давно искал ответ. Это вопрос, почему Люк Бессон перестал снимать хорошее кино. Ну, почему у него были потрясающие фильмы, потом пять-шесть великолепных работ. А потом, как отрубило, вот Жанны Дарк, и дальше он снимает такую лабуду, что просто тошнит. Но не бывает такого. Потому что это были явно его фильмы. Он явно, они все имеют такой авторский почерк. Он явно снимал, 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 а потом его выключили. Ну, просто выключили, и нет ничего от человека. Меня мучил вопрос, почему. Я нашел ответ на этот вопрос. Фильмы Люка Бессона очень личные. В отличие, например, от фильмов Ридли Скотта, который снимает их как профессиональный автомат. Люк Бессон снимает лично про себя. Каждый его фильм, это он сам, он страдающий человек. Это он в подземке. Фильм «Подземка» с вот этой крашенной головой. Герой имеет такую же крашеную прическу, как и сам Люк Бессон. Он такой же страдающий. Он такой же лишенный любви. И мы героя Люка Бессона можем проследить во всех его фильмах практически. Потому что и в «Леоне» он, и в «Подземке» он, и в «Голубой бездне» он ныряет в виде главного героя, маленького француза. Потому что его родители занимались нырянием. Опять-таки, главный герой – это он. Он все фильмы снимает про себя. Так вот, дело в том, что его наболевших тем влюбленности, его проблем внутренних с родителями хватило на пять фильмов. После чего его личные наболевшие темы, о которых он рассказывал, закончились. И обратите внимание, что начиная с Жанна Дарк, герой Люка Бессона из его фильмов пропадает. Он больше не снимает фильмы о себе. А когда он не снимает фильмы о себе, он не может быть тождественен тому, что в них происходит. Он не чувствует. То есть, пока он снимал о том, что у него болит, раз тема болит, два тема болит, пять тема болит. Он чувствовал, что происходит в фильме, и мог ими руководить. Как только он вместо себя поставил другого героя во главе, он больше не чувствует. У него больше не болит. Ему больше не о чем говорить. Он высказал все, что у него было. Теперь он просто продюсер. Он не чувствует. Вот, поэтому, возвращаясь к тому, почему я не стал делать цикл по Люку Бессону, вопросы, которые он поднимает в своих фильмах, с одной стороны, очень талантливо и чувственно сделаны, с другой стороны, это вопросы, касающиеся лично Люка Бессона. Он рассказывает о своем, о своей недолюбленности. Вот и все, что он хотел сказать в этом фильме. То есть, рассказывать, вы спросите, хорошо ли это сделано с точки зрения режиссуры? Да. Актерской игры, да. Все задачи поставлены, да. Он так сильно чувствовал, что это руководило им. Но вскрывать в этом фильме, как, например, в «Молчание ягнята» или в «Достучаться до небес», что бы то ни было, неинтересно. Там нечего вскрывать. Там нет второго-третьего плана. Там нет тайны. Там нет ничего для вашей фантазии. Там все вам показано, как оно есть. Такое быстрое приготовление, как доширак. При том, что я по-прежнему его фильмы люблю. Поэтому я понял, что если я буду шесть фильмов рассказывать про Люка Бессона, то просто я сойду с ума. Там рассказывать нечего. Ничего профессионального для вас вскрыть особенного я не смогу. Поэтому вам будет неинтересно. Дальше я пытался запустить цикл по Гаю Ричи. Да, у него яркие, интересные фильмы. Вчера специально пересмотрел фильм «Большой куш». Я его никогда раньше не видел. Точнее, я его начинал смотреть раза два-три. И каждый раз бросал, потому что мне было неинтересно. Но я все время слышал «Большой куш», культовый фильм, потрясающий фильм. Такой интересный. А вот «Большой куш», а в фильме «Большой куш». А вот там к нему все адресуются. И так как я хотел делать цикл, я вчера этот фильм посмотрел. Усилием воли посадил себя перед экраном. Посмотрел в переводе «Гоблина». Такая скукота. Такая вторичная скукота, что говорить об этом фильме я не знаю. Вот правда. Я, кстати, с удовольствием бы рассказал про фильм «Джентльмены». Этот фильм мне в кино не понравился, когда я на него сходил. Я ушел с сеанса. Моя жена очень любит этот фильм. И я рядом с ней его несколько раз посмотрел. И некоторые аспекты внутри фильма мне понравились. И я подумал, что у фильма «Джентльмены» есть проваленный финал. То есть, скажем так, финал можно было сделать лучше, потому что я считаю, что главный герой, как его Марк Пирсон звали, да, вот с ним событие в конце не произошло, когда он разговаривал на рыбном рынке со своим этим партнером, который его обманывал. Там недоработанное событие. И я придумал, какое событие там могло бы быть, которое бы украсило фильм, и которое бы вывело его на очень высокий уровень. Вот как я Логана исправлял, да, так же я придумал про фильм «Джентльмены». В принципе, если вам фильм «Джентльмены» знакомый, если он вам нравится, я могу рассказать о том, что в этом фильме хорошо, что не очень, и что можно было бы изменить к лучшему, да. Я не буду ругать фильм, я буду говорить о том, как можно хорошее было сделать еще более хорошим, избежав некоторых ошибок. Вот. Вот, собственно говоря, этим я сейчас занимаюсь. Я отказался от одного цикла, взялся за другой цикл, отказался от второго цикла. Сейчас я, соответственно, нахожусь в репетиционном процессе по Шекспиру и в режиме выбора нового цикла о том, о чем мне было бы интересно вам рассказать. Потому что, когда интересно мне, интересно и вам. И, наверное, у кого-то из вас складывается ощущение, что вот я сел перед камерой, наболтал час информации, выложил, и вот мой ролик, который я как-то смонтировал. Самое сложное в этой истории – это обнаружить мысль, которая любопытна мне и о которой интересно рассказать вам. Наболтать перед камерой – это не стоит большого ума, можно сидеть, разговаривать сколько угодно. Самое главное – родить мысль. Ее же нужно ощутить, сформулировать, обсудить, определить ее ценность, дополнить примерами и рассказать о ней так, чтобы вам было интересно. Это и есть самое трудное, потому что сейчас есть некое ощущение в этом смысле исчерпанности. Поэтому есть необходимость переходить на некий новый смысловой этап. И в смысле постановочной работы, и в смысле работы канала. Все, на этом долгую болтовню я свою заканчиваю. Если вам любопытно, вы мне напишите про фильм «Джентльмены», интересно ли вам услышать его финал. Жду вашей реакции в комментариях. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok